Привет, друзья! На обзоре HP M28 Сейчас посмотрим на неисправность на дефект печати Кто не знает, как печатать лист конфигурации, нужно нажать и подержать несколько секунд кнопочку копирования, пока зеленый индикатор не начнет моргать Смотрим дефект На самом деле, печать-то более-менее нормальная Кстати, пробег всего лишь почти 600 страниц Дефект следующий Клиенту не нравятся вот эти вот точки с периодичностью 4 повтора Что говорит о барабане Небольшая предыстория Клиент носил картридж на заправку Прям вот в таком виде А 44-й картридж идет без шторки, вообще без защиты В общем, по дороге барабан поцарапался Барабан поцарапался, дает дефект в виде повторяющихся черных точек или царапин Дело на самом деле простое Можно взять просто заменить оригинальный, либо совместимый картридж Можно заменить отдельно фото барабан Я хотел немножко поэкспериментировать Тем более, нового барабана в 44-х на складе не было Зато под рукой полно первопроходов 85-х, 83-х, 78-х Барабаны у них у всех одинаковые В общем, я решил поэкспериментировать Что же получится? 244-й картридж заправлен тем же, что мы сыпем во всякие 83-е Поэтому остается нам только перебить гильзу, перебить шестеренки, заменить фото барабан Привет! Если ты впервые на моем канале, тебе помогло и понравилось видео Не стесняйся, подписывайся, жми палец вверх, жми колокольчик И тогда ты будешь первым видеть все новые выпуски Потому что впереди у нас много нового и много интересного По заправке, кто еще не в курсе, как картридж разбирается, как заправляется Ссылочку вот здесь наверху я оставлю И для начала, для замены фото барабана Извлечем старый, коцанный 44-й фото барабан Для этого достаточно снять штифт И просто вытащить фотик Таким же образом поступаем с 83-м картриджем Не важно, 83-й это, либо 85-й, 78-й фото барабан У всех одинаков Сама гильза, сам фото барабан без шестеренок Сама гильза совершенно одинаковая Как по диаметру, так и по длине Основание для штифта тоже одинаковое Разница только в приводной шестерне Не обращайте внимания, что у меня первый проход Это все-таки эксперимент Вы можете всегда взять новый фотик С совместимых барабанов шестерня снимается очень легко Эту шестерню повреждать не боимся Потому что здесь нам нужна только гильза Старый клей с шестерней тоже можно не убирать Что касается 244-го Это не совсем похожая шестерня с зубчиками Это такой вот некий привод С треугольной сердцевиной Просто так ее достать не получится По краям заусенцы Естественно, если будем ковырять чем-то острым Либо пытаться вытащить плоскогубцами Просто повредим эту часть Для этого я сделал вот такой вот крючок Просовываем его через отверстие для штифта Кто перебивал шестеренки, я думаю, проблем не составит И тихонечко с этой стороны подбиваем Сильно лупить не нужно, чтобы не пробить пластик Тихонечко подбиваем и смотрим, как выходит Ну вот уже она поддается Уже начинает отходить Еще немножечко подобьем Не обращайте внимания, что я так долго и скрупулезно, возможно, все это делаю Просто это эксперимент Толщину пластика я не знаю, поэтому действую максимально аккуратно Если я его сломаю, второго фотика у меня нет Ну вот, чуть-чуть больше усилий И привод вылетает В принципе, толщина пластика здесь Довольно-таки толстенькая Я думаю, выбить изнутри, расколоть Ну, нужно приложить большие усилия Итак, просто-напросто теперь эту, назовем ее шестерню или привод Сажаем на гильзу от 83-85 картриджа Садится она как родная Клей, я думаю, вычищать не обязательно Но заусенчики с четырех сторон Небольшие, не очень глубокие Сделать можно Кто сомневается, можно еще до кучи Ну, посадить на пару капель суперклея Заусенчики сделаны И теперь просто нехитрым движением Одеваем шестерню Шестерня сидит на месте Не люфтит, не гуляет, не прокручивается Поэтому фотобарабан будет вращаться исправно Ну, и теперь давайте установим фотик обратно в картридж И таки проверим, посмотрим на результат Устанавливаем картридж И распечатаем ту же страницу конфигурации Если при захвате бумаги происходит замятие, как у меня Вот в этом случае Лист застревает под картриджем Значит, фотобарабан установили чуть-чуть не в том положении Надо его сдвинуть от оси в сторону шестеренки Там буквально 2-3 миллиметра достаточно Чтобы был плохой зацеп Барабанчик я буквально на 2-3 миллиметра подвинул Теперь зацеп Отличный Бумага не застревает А по качеству печати Ну, сколы, естественно, прошли Потому что барабан другой Фона нет Грязи нет Результат отличный Ну, как вариант, дорогие друзья Чтобы не ждать, не заказывать новый фотобарабан 44 Если его нет в запасе на складе Всегда можно выйти без ситуации Вот таким вот образом Перебив шестерню с оригинального барабана На новый 85, 78 и иже с ними Всем спасибо за внимание Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok